А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Здорово, сегодня у нас новый видеоролик, не связанный с Brawl Stars, но на 50% может быть связан, потому что сегодня, я знаю, что, возможно, большинство у вас уже даже это испробовали когда-то и как-то видели, уже качали это приложение. В общем, есть приложение, Градиент называется, в общем, оно пытается угадать, кто ты по национальности. Ну и, собственно, мы сегодня будем проверять по национальности ютуберов по Brawl Stars. Я пытался вообще изначально Brawl Stars, да, чтобы мы угадывали, но почему-то я понял, что когда я скачал уже несколько Brawl Stars и начал уже записи даже видеоролика, я понял, что не распознают лицо Brawl Stars, поэтому Brawl Stars, к сожалению, нельзя угадать, но тут есть также помимо в этом приложении, помимо того, что он угадывает по национальности, есть другие фишки, так что если мы здесь хорошую активность проверим под этим видеороликом, лайк, подписка, комментарий, колокольчик, все это сделаем, то, возможно, я запишу вторую часть. Да невозможно, скорее всего, точно запишу, потому что я хотел это записать, вот сегодня про это вспомню. Окей, начинаем, конечно, с ютуберов, и понятно, что, собственно, первым ютубером будет у нас холдик. Ну, в принципе, это было предсказуемо, потому что, ну, как можно... Опа, нифига себе, оно что... Блин, чуваки, я не понимаю, как оно так точно угадывает, но оно угадывает действительно точно. Конечно, вот эти вот последние две и Ирландии, это, да, получается, и Британия, я не знаю почему, но оно точно угадало, что холдик это Украина. Капец, я не знаю, каким это образом делается, но это жестко, это жестко. Вот это, возможно, кстати, будет на превьюхе. Так, ну и, кстати, в конце я также себя постараюсь угадать, и надеюсь, что он тоже как-то угадает. Так, ну, у нас сегодня все будут примерно Украина-Россия, Украина-Россия, хотя фиг его знает. Давайте переходим к следующему. Так, ну и следующего, смотрим, это у нас будет Аурум. Тут, правда, плохое качество фото, но, блин, может, это из-за плохого качества фото, но показывают, что Чехия. Серьезно, 50% Чехия. Блин, я думаю, что тоже будет вот сегодня целый день Россия либо Украина, но Россия только на 16-м месте. То есть Аурум все-таки, знаете, такой не совсем русский, но, в принципе, в него внешности это проглядывает. Не хочу никого этим видеороликам скорбить, это просто, типа, приложение, которое угадывает внешность, можете сами сюда, кстати, себя залить. И вот давайте так же мы проверим. Мы попробуем еще раз сюда раззалить Аурума, и, оп, посмотрим, то же самое ли оно нам покажется или нет. И она нам показывает, да, абсолютно то же самое, то есть ничего не меняется. Понятненько. Следующий. Следующий у нас будет Базя. Я думаю, что про Базю вообще почему-то он перестал выпускать видеоролики. То по Бролстарсу он перестал выпускать, то реакции перестал. Кстати, я теперь буду выпускать по два видеоролика в день. Один по Бролстарсу, другой вообще никак с ним не связаны, просто что мне захочется. Он, кстати, перестал снимать, как я сказал, видеоролики. У него сейчас только один канал, Фанни Брау, куда он снимает смешные моменты. Не знаю, почему он решил только это записывать. И тут показано, что 67% Россия, а остальным каким-то образом странный список Австралия, Франция и Китай. Причем Китай на 1%. Берегитесь осторожно с китайцами, все эти дела. Вот к Базе особо тоже не подходите фоткаться. Вот если на улице его вдруг сейчас встретите, то лучше перестарховаться, не фоткаться с ним. Ну и следующий, мой любимчик, это, конечно же, Паша Рулер. И он удаст... Ой, у нас вообще не русский. Он биксикадец испанец. Знаете, он ближе в такие, знаете, теплые страны уехал. Хотя здесь скотиш. Это и Ирландия, это тоже такие... Ну, короче, он не европеец. Он вообще... Ну, давайте мы попробуем еще раз, потому что оно периодически сбивается и может давать другой результат. Но по этой фотке оно прям точно показывает, что он мексиканец. Пока что самое точное это было прям с Холдиком. Прям супер сильно угадал его страну. Точнее, не, Базе тоже угадал первую страну его. И угадал. Получается Холдика, прям Холдика 75%. Нет, все-таки Паша мексиканец. Он в России, конечно, живет и родился. Но почему-то, может быть, он что-то мне не сказал. Окей, давайте к следующему переходим. Так, ну а теперь у нас следующее. Я думаю, вы видите, кто это? Это фараон. И он... Блин, что-то у нас пошли вообще... Вот особенно последнее меня, конечно, немножечко пугает. Но, в принципе, это было понятно. И итальянец. Ну, хотя бы оно угадывает, что типа он европеец. Да, европейской внешности. Окей. Окей, фараон. Фараон не очень интересный. И почему-то, кстати, гендер фемейл. Фемейл, если кто не шарит, это переводится на русский как женщина. Но это неважно. Это неважно. Возможно из-за того, что ракурс такой, типа длинные волосы. Здесь большинство всегда впутает. То есть оно может написать мэл. Мэл вообще реже пишет. Чаще пишет фемейл почему-то. Так, следующего смотрим. Следующий у нас будет Павел Шампанов. Павел Шампанов. И, конечно же, как я мог без него обойтись. Блин, у него прям суперский набор. Мне нравится Америка, Британия, Россия и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, возможно, из-за того, что у него какая-то такая борода есть. Россия. Даже не знаю почему, но вот Америка. Прям Америка захотелось почему-то. Возможно из-за фильтра фото, что у американцев часто такого цвета фотки. Ну, короче, я не разбираюсь. Я просто пытаюсь заполнить видеоролик на 10 минут. Ладно, все, переходим к следующему. Так, попытаемся теперь лалью. Так, лалью у нас. Почему-то лалью у нас не запускается. То есть, видите, я жму лалью, а пишет. Вот, no face detected, please choose. Короче, лалью у нас не находит. Давайте попробуем тогда в следующем, возможно, в следующем видеоролике, если здесь залайкайте, посмотрим на лалью. Почему-то сейчас фотку вот это не распознает. Так, и... Ага, он угадал. Ну, видите, он в большинстве всегда угадывает. Ну, только вот с Пашей не угадал вообще страну, да? И, кажется, с фараоном. А так-то страну он, в принципе, угадывает. То есть, здесь хотя бы написано Украина. И Дип, кстати, из Украины. Почему-то опять написано gender female, но это не так важно. Сейчас вообще... Вообще, сейчас это вообще никак не имеет никакого значения. Так, ну, у нас осталось не так много. И... Опа. Не, возможно, я еще нескольких добавлю. Возможно, мы у Паши, наверное, сделаем перепроверку и сделаем перепроверку у Фараона. Потому что у них там вообще что-то не в ту степь пошло. Следующий у нас MMA Brawl Stars. Думаю, все вы узнаете. Блин, а вот у него фотка четкая, типа... Ну, Раша. Раша. Кот. Кот был неправ. Бравлер Котя, он... Вообще был неправ. И, кстати, гендер нормально поставил mail. Все, респект MMA. Хороший ютубер. Переходим к следующему. Так, ну и основной список, который я хотел на сегодня сделать, это будет завершен. И завершен он у нас сегодня основным... Не, мы сейчас еще пойдем, да? Но основной... Хотя, может, мы сейчас пойдем в что-нибудь другое. Так, у нас получается... Ага. Ну, Россия. В принципе, здесь очень легко. Он вроде из России, либо Украины, точно не знаю. Но, в принципе, он угадал. А давайте мы также попробуем сейчас еще, на кого похож тот или иной ютубер. А, наверное, мы начнем по тому же списку. Несколько еще сделаем. Потому что, ну, оставлю остальных ютуберов на следующий выпуск. Вот реально, если залайкаете. Думаю, что вот так и сделаем. Начнем также, опять же, с Саурома. Мы прям сегодня реально с самых топчиков начали. А-а-а-а, я забыл. Я забыл. Фести. Ладно, неважно. Давайте, я забыл. Ну, нужно же еще себя. Я же обещал в конце себя также запилить. Но мне нужно тогда сделать фото. А как мне его сделать? Мы сделаем вот так вот. Я прямо сейчас сделал. У меня, конечно, будет дебильная фотка. Так, ну, я думаю, сейчас мы сделаем. Оп. Плохое, правда, качество. Но это, в принципе, не важно. И смотрим. Я... Угу. Угу. Ну, почти. Тут, в принципе, есть... Тут просто каждая разная фотка. Она как бы почему-то... Ну, хотя бы Мэйл угадала. И Россия на третьем месте. Так что нормально. Так что, в принципе, оно догадалось. Кто я? Ну, и давайте, да, напоследок мы вот это сделаем. Я не понял, на кого у нас похож Аурум. Но давайте проверим, кто у нас... На кого у нас похож Холдик из знаменитостей. И он у нас похож... О, это же этот Джереми Реннер. Но я не знаю... Не знал его имени до сегодняшнего момента. Но это Стрела из Марвела. Кто вот смотрит фильм Марвел, он знает. Точнее, не Стрела. Вот это кто там... Соколиный глаз или что-то типа того. Так. Ну, еще несколько давайте последних... Напоследочек. Кого мы возьмем? Давайте Пашку. И, наверное, еще кого-нибудь. Так. Кстати, да что ж ты тупишь. И Паша похож у нас. Кстати, блин, реально очень похож. А Паша вообще много на кого похож. Там постоянно вот... Мало кто из вас знает. Он в беседе ютуберов постоянно скидывает его фотки. Как будто из разных кусков планеты. У него как будто миллион братьев. Дэвид Шагнер. Напишите, кто это такой. Без понятия кто. И давайте, наверное, да. Последнего. Последнего на сегодня. Кого бы мне наугад выбрать. Давайте Павел Шампанова. Павел Шампанов. Похож у нас. И похож у нас на футболиста. Видимо, какого-то. Нет, мне что-то не могу остановиться. Мне хочется еще кого-нибудь. Давайте арткул. Давайте тогда уж по всем пройдемся. О, это тоже из фильма. Брэдли Купер. Это, блин, снимается. Мальчишник в Вегасе. Но я думаю, что мало кто из вас его смотрел. Но это не важно. Это не важно. Так, ММА, конечно же. Потому что у него самая четкая фотка. Тик. И... Тоже без понятия кто это. Можете написать. Ну, мы получается... Давайте попробуем Мортиса. Ой, Мортиса. Лау Ю. Опа, Лау Ю у нас похож на Гальгадот. Годно. Ну все, завершаемся. Короче, последний на сегодня. Это у нас фараон. Отлично. Вот именно вот так вот я себе и представляю фараона, когда сплю. Какую-то хрень сказал. Ладно. Все, ребят. Спасибо за просмотр. Всем пока. Давайте здесь наберем 1000 лайков. Я сделаю продолжение. А возможно я не сделаю. Ну как получится, в общем. Все. Всем спасибо. Всем пока. Ждите также реакции. Помимо Брол Старс. Потому что Брол Старс... Ну, что-то он вообще как-то у меня перестал идти. Короче, в следующих выпусках все расскажу. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok